Всем привет дорогие друзья! Это соревновательное шоу на канале Gaming Addiction Чемпионат по Rocket League. Меня зовут Александр Моженок. Сегодня, правда, соревнования-то никакого и не будет. Мы просто расспросим обе стороны, которые сойдутся уже на следующей неделе в финальном поединке, о их подготовке к финалу и мнении о сопернике. Очень интересно это все узнать. Итак, поехали! Итак, дорогие друзья, ну что ж, сейчас у нас в предматчевом интервью расскажут о своей подготовке к финалу команда Invisible Esports 2. Привет, ребят! Привет! Первый сразу вопрос, который хотелось бы задать к вашей подготовке к финалу. Расскажите, в каких режимах вы больше тренируетесь? Или в соло, или совместно? Сейчас больше всего времени мы уделяем совместной игре. Ну, с моей стороны это 2s, со стороны Кирилла это он хулиганом. Это тоже 2s, и Кирилл еще увлекается 1s, в то время как я почти не уделяю ему времени. Ага. Вот. Но 3s времени почти не остается, за исключением пары игр в неделю. Вы наверняка смотрели игры ваших соперников. И, кстати, в начале сезона кто-то мне писал, что... Кто-то даже, по-моему, угадал, что до финала пройдут именно Invisible Esports 2 и именно Отвинта. Как вы отреагируете на такое сообщение, и предполагали ли вы, что именно по такому исходу сложится финал? Не совсем так, потому что были и другие сильные команды, такие как Invisible Esports 1 и Yami Warriors, по-моему. Или не Yami Warriors, но которые отлетели в полуфинале против Отвинта. Хорошо. Они тоже могли. А он зависел от сетки. Потому что в нашем четвертьфинале могли выйти как мы, так и Invisible Esports 1. По силам мы равны. Просто где-то кому-то больше повезло. А Отвинта, ну, на самом деле, немного сильнее, чем Yami Warriors. Хорошо. Вы наверняка, кстати, вот опять же возвращаясь к началу прошлого вопроса, вы наверняка смотрели игры ваших противников. Расскажите, в каких именно моментах вы можете задать им преимущества, а каких, наоборот, вы можете их обыграть? В защите, там, в атаке? Я скажу, что мы не только смотрели их игры, потому что СНГ-комьюнити у нас маленькое, и все друг друга знают, часто пересекались. Знаем, кто это, знаем, как это. По поводу моментов, где мы сильнее, где мы слабее, я не знаю, но то, что мы сейчас подняли свой уровень игры и вышли почти на один уровень игры с Отвинта, это точно. То есть, извини, что перебью, ты имел в виду, вот именно подняли уровень игры, это от начала до конца этого сезона, или вообще вот за всю карьеру в плане? В целом, в плане общего скилла, мы отставали от Отвинта, они всегда были впереди, но сейчас мы наравне, мы можем показать свою игру. Еще вот такой вопрос, если так получится, что вы не выиграете в этом финале, стоит ли вас ожидать в нашем проекте на будущие сезоны? Я думаю, да. Если мы не выиграем этот финал, то мы расстраиваемся только в одном случае, если мы не покажем игру, которую мы можем показать, и выиграем, то расстраивания смысла нет, потому что соперник не из слабых. А сезон в целом нам понравился. Мы надеемся, что вы, как команда, покажете отличный финал, собственно, потому что финал будет тяжелым. Я думаю, вы ни разу, наверное, не видели в каких-то турнирах, в которых вы ранее участвовали, финалы до пяти побед, потому что это будет очень тяжелый финал, как физически, так и морально. Надеемся, что все-таки победа или проигрыш будет не в сухую, и мы увидим все девять игр. Девять игр, это, конечно, весело будет, но посмотрим. Да, удачи вам. Спасибо. Итак, дорогие друзья, ну что ж, мы продолжаем, собственно, интервью. Сейчас у нас на связи один из представителей команды от Винта, Антон Рыжков, он же Энтони М, он же Firefly, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, такой типичный вопрос, который я задавал, собственно, и Invisible, а в каких режимах ты больше тренируешься, и тренируешься ли ты со своим капитаном команды? С капитаном команды мы не тренируемся, играем чисто в свое удовольствие. Больше я уделяю игре 3С, он бывает, захожу просто по-фаннице. Мой второй игрок делает абсолютно так же, в принципе. И вот так вот. Расскажи, пожалуйста, ты наверняка видел записи прошлых матчей противников, собственно, и расскажи, в каких именно техниках, в каких именно моментах вы можете быть сильнее их, а в каких, наоборот, слабее? Ну, сильнее мы можем... Ну, мы в основном играем от ошибки или от темпровизации, то есть делаем то, что не ожидают другие. Угу. То есть если противники будут ошибаться, мы их будем забирать. А так, если, ну, то есть будет так же аналогично, мы будем ошибаться, нас будут за это наказывать. Угу. Так. Расскажите, пожалуйста, вообще, как прошел для вас именно сезон, что бы вы хотели исправить в проекте чемпионат по Rocket League на будущие сезоны? Ой, сейчас подумаем. Уточнить все даты без перенесения, как-то сократить его, что бы по времени. Угу. И, наверное, увеличить, ну, что бы было более обширное, большее количество команд было. Ну, как бы мы и так с 12-ми ели, как справляемся, если честно. Для нас это новшество, потому что раньше у нас было 4 команды, максимум 8. Вот. Хорошо. Если так получится, что ваша команда по каким-то причинам, если проиграет или, вот, выиграет чемпионат по Rocket League, стоит ли вас ожидать на будущие сезоны? Если мы проиграем, я буду плакать. Я буду очень сильно плакать. Ну, и мы надеемся все-таки, что мы придем за победой. А так, мы на следующей сезоне, может, еще поучаствуем. До него еще надо дожить. Угу. Потому что он еще следующей осенью, а мне скоро 18, у меня может быть призыв. Именно это осенью. Вот, еще такой вот вопрос. Перед твоим интервью мы у Листика спрашивали, как они смотрят на эту игру. Они говорят, что, по сомнению, с начала их карьеры и вот до нынешнего момента, они играют практически так же, как и ваша команда. Согласен ли ты с ним и почему? Я с этим не особо согласен. Потому что я всегда считал, что мы выше уровнем развития. Именно в игре. Ага. В начале сезона кто-то мне писал, что именно финал, кто-то угадал, что именно в финале останутся именно Invisible Sports 2 и Отвинта. Не знаю, как это у него так получилось, но вот именно он угадал. Расскажи, видел ли ты финал именно таким же, или ты представлял, что ты будешь сражаться с какой-то другой командой? Изначально я думал, что вы расставите на разными сетками, то есть Invisible Sports будет внизу, как вы хотели ранее, а мы вверху с другими, ну, со вторыми в начале играть. И там мы в финале думали встретимся с Yomi Warriors, но вот с ними мы встретились в четвертьфинале, но это была самая тяжелая встреча для нас пока что. Ага, серьезно? Хоть мы выиграли 3-0, но нам было очень сложно. Ага. Хорошо. Желаем удачи вам, собственно, в финале, и надеемся увидеть хорошую и довольно приятную игру. Спасибо, хорошего дня. Ну что ж, дорогие друзья, осталось только дождаться субботы, 2 февраля в 20.00 по московскому времени, и мы узнаем победителя проекта чемпионат по Rocket League сезона 2018-2018. 2019 под названием «Перезагрузка». А я с вами на этом прощаюсь до этого поединка. Всем удачи и до скорых новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова